Так, помочь освободиться душе моей дочери Мирьям, развязать кармические узлы между нами, контракты расторгнуть, убрать подключки, импланты чужеродной энергии, вернуть частицы ее души, потерянные в результате взаимодействия с антимиром. Мне пришло, что ей нужна помощь и что демоны пожирают ее душу. И если мы ей не поможем, то будет поздно. Она не очень осознанна и боится всего. Я как мать имею право попытаться, по крайней мере, помочь своему ребенку. Она еще несовершеннолетняя. У нее неприятности не прекращаются. Одно за одним идет. Уже она как-то и не реагирует на это. Просто привыкла, что каждый раз в любой ситуации. Как у меня вот это последний период, а ну такой уже, ну давно, прям давно. Одна болезнь сменяется, другая. На море ехали, она колено поранила, да? И прям на море мучилась с пластырями в суре находила. То есть кровь из носа до этого шла, не прекращалась. Потом началась ночь тегти. Вот прям просто вода течет. Непонятно что с врачами там, конечно, пытаемся решить эту проблему, но пока что ничего. Потом только приехала, сразу простуда. Причем простуда такая не лучше становится. А каждый день все хуже и хуже. Ну, в общем, такое. Я думаю, что это предательство с моей стороны, что я ее принесла ее в жертву. Хочу... Возможно, это связано с ее именем Мирьем. Потому что она как бы взяла его... Ну, напоминалка это для меня была, чтобы я вспомнила, кто я. Но это имя предназначалось для начала Алисе. А потом мы ее назвали Алису. А Мирьем как бы не было выбора. То есть это уже как бы осталось от Алисы. И, возможно, она взяла карму и Алисы, и мою на себя. Потому что слишком у нее так все плохо в жизни слаживается. А последнее время так вообще просто. Ну, уже... Она уже не удивляется. Я как-то и считать перестала. Ну, прям видно, что плохо там у нее в пространстве. Так, конфликты очень часто. Психика, можно сказать, у нее уже нарушена. Хотя еще 18 лет нет, а у нее там прям тяжело. Нет воли ни к чему. Постоянный хаос в комнате. Начался грибок. Верха сильная, за ушами там начали облавить. Проблема с носом, я уже говорила. Проблема с давлением. Убираю программу давления матери на ребенка. Это с моего прошлого сеанса. Хочу ее убрать, передавать своей дочери. Применяю все ситуации, где я так поступала. Хождаю ее заново и не проявляю давление. Не в этом, если можно, и в предыдущих оплачениях, если так выйдет. Если есть во мне программа конкуренции, она есть между сестрами и братьями, которые я получила от своей матери Раисы. Потому что у нее было такое со своим братом. Владимир, его мама, любила. И прям воспринимала хорошо. Не отвлекайся. Не, не отвлекаюсь. Если мы про Мириан, значит про Мириан. Я знаю, но эту программу надо убрать у всех. Потому что если убирать, оно пошло от бабушки. Мне и дальше передалось. Программа не убирается на уровне подсознательном. Программа, смотри, программа передается каким образом? Не автоматически. Автоматически ничего не происходит. Человек в какой-то момент решает, что это правильно. Все, что человек с сознанием решил, что это правильно, оно сразу отправляется в архив, то есть в наше подсознание. Все, чтобы поменять программу, нужно ее осознать. То есть без осознания ничего не происходит. Нужно ее осознать, решить для себя совершенно другое. Мне это не нужно. Родители жили, как они жили, а я живу, как я живу. Вот таким образом. И это не все. И потом начинается борьба этих новых программ со старыми. То, что ты описываешь, происходит в жизни Мириам, это потому, что у нее нет цели. Человек, который не имеет цели, то есть его директор, тело – это корпорация, скажем так. Вот это СЭУ – это сознание, это директор, который дает директивы, команды, что нужно делать в своей команде, в своей компании, корпорации. Когда директор спит, как кошка спит, то мыши гуляют. Как только выключается воля, то есть человек не видит перспективы, он не знает, куда идти, то есть без цели, то перехватывает власть программы, которые там лежат. Вот эти родовые программы и вот это все. Потому что у них нет другого пути. Только когда есть цель, только тогда эти все программы упорядочиваются и отмирают, отживают, дергают за ниточки, когда отживают. Почему? Потому что есть новые уже. Но когда нет новых, то человек идет как по граблям постоянно в этой каше вариться. То есть ей нужно цель поставить, чтобы это все прекратить. И волю, конечно, надо, потому что у нее всю жизнь был подселенец, и пока вот это она себя так вела, то есть она даже, ну, период короткий, когда мы ее там убрали в прошлый раз, почисли, и так хорошо была, такая она прям, ну, счастливая, все хорошо слаживалось, а потом как-то так обратно все вернулось на старые. Ну, потому что нет цели. Ну, у нее, смотри, у нее вот это на вот этой вот программе, конкуренция между сестрами, которая явно проявлялась у мамы, явно проявлялась у меня, явно передалась дальше, вот как бы она сдалась в какой-то период. Типа вот Алиса стала любимой дочкой, а Мирья мне любимой дочкой, и она вот это в войне любви мамы или предпочтения мамы, она как-то смирилась, и поэтому она уже ни на что ее не интересует. Я думаю, что это было еще до того, как она родилась. То есть, когда я была беременна, когда я, а, вернее, даже когда я еще не была беременна, я поехала в Украину и хотела поставить спираль. А подруга у меня сказала, что, ну, там что-то не получилось, или по терминам мы не получились, или нельзя было. В общем, Алисе было шесть месяцев. В общем, она не поставила, ну, мы не сделали это. Я приехала и забеременела, да. И когда я потом взяла еще крестной мамы, в общем, это все отменяла, и все время говорила, что это благодаря тебе она появилась, потому что если мы тогда поставили спираль, то под ее не было. Вот это вот может быть... Что крестная мама? Что крестная мама? Кто крестная мама? Ну, вот эта вот подружка Саша, которая, скажем так, работала в гинекологии, и, скажем так, ну, у нее потом двое детей родились, почему-то оба, ну, очень плохие, умственно отсталые. Ну, потому что спираль, на самом деле, не предохраняет, а убивает. Убивает, да. Да, я знаю, это уже теперь. И второй случай, когда-то тоже мы как-то узнали, и что-то мы сидели с мужем, и мы как-то так рассорились, а я уже беременная была, ну, животик уже такой был. Я сидела на балконе, и такая тоже вот как бы пожалела о том, что тут маленький ребенок, тут я еще беременна. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Ничего конкретного. Хорошо. Хорошо, отсоединись от всех ситуаций. Значит, три на диэфирном пространстве эфирное тело Валерии. Валерий, один, два, три. Ну, почему-то она идет, как будто бы вальсирует, и у нее в руке, в правой, такой шлейф, как вуаль, как шелковый такой платок, даже лента такая широкая, которая тянется в сектор магии. И поворачивается вот так, как под ноги идет в сектор духов. И она вот так как бы кружится, буквально вальсирует так и кружится. Сейчас я считаю. То есть ее эфирная динка. Считаю, Виктория ее эфирная динка. Валерия, или это? Опять вот это из сердца, вот так такая, как лучик, так расходится и считывается. Звучит вот так. Мой эфирный, мой цифровой двойник. Нужно посмотреть вообще, что это такое. Что это за цифровой двойник? Что это обозначает? Как только ты спросил, сразу появился колпак этого гнома. Я смотрю, он стоит вот так прямо передо мной, большой такой, спиной повернутый в этом колпаке. Вот так вправо идет, как будто бы волшебная палочка такая. И в сектор магии тянется тоже такой шлейф черный. И там лежит Мона и говорит. Вижу ее лицо и ее, вот это она губы так подкусывает. Врет. Выдумывает. Поэтому и подкусывает. Типа вот так вот делает. И я вижу, что она создает этого цифрового двойника. Я ее спросила, что она делает. Она говорит, что упорядочивает сознание. Считывается миром. Также говорит, отхожу от реальности. И вдруг такой злой дух вырывается из-под Моны. И очень злой такой. И идет к этому Илье. А Илья левой рукой держит, как палочку такую. И там как будто бы считывается пробирка сознания. Вот это мне пришло, да, пробирка. И вот оно идет. Вот так он на эту палочку. И вижу, что такой портал открывается. И там такой послушный цифровой двойник, который как будто бы приказы отдает. Ну, не отдает, а выполняет. В этом пространстве, в этой колбе. Посмотри, Виктория, цифровый двойник. Что это за энергии? Суть. Это дух. Он как бы живой. Живет самостоятельной жизнью. Так, управляемый хозяином. У него есть хозяин. Так, а за счет чего он живет? Подожди, так надо узнать, кто хозяин. Кто хозяин? Давай посмотрим этого живого духа, этого. Кто им управляет? Я вижу, стоит Сталин в такой зеленый камуфляж, но называется пижама. Красная звездочка у него на груди. На лбу серпе молот, а рука у него вот так, такой кулак. И вот так дулю держит. И вот так упирается в какую-то бумагу с такой дулей. Так, что это он делает? Я вижу, как из этой дули, из этого пальца большого, который вот так вот скручен, выходит этот цифровой двойник. Управление глобусом, я слышу. Так, а глобус это что? Что такое глобус? Она считывается как глобальное сознание человечества. Как глобус, отображение, изображение или карта. Земли, реальной, точно так же вот это сознание человечества, это отображение как бы физической реальности в цифровом пространстве. Четвёртое измерение. Измерение смерти и наказания. Это четвёртое пространство снизу, Виктория? С какой стороны это четвёртое? Это пространство духов. Что ты имеешь в виду снизу? Более верхнее пространство, это пространство жизни. Ну, оно звучит как пространство смерти, расчленение, экзекуции, пространство духов, пространство цифровых двойников. То есть, а что эти цифровые двойники в этом пространстве? В каком виде они там находятся? Что ты имеешь в виду, в каком виде? Если это двойники цифровые, как ты сказала. Они видоизменяются. Это здесь люди наблюдают вот это изменение времени, потом эффект Манделлы, изменение памяти. Это вот всё здесь. Так, а что это этот Сталин сделал дулей? Что это за действие было? Я вижу у него такой огромный кулак, но кулак как-то светится. Сейчас я посмотрю. Смотри, Виктория, что там светится? Что означает это дуля? Что такое дуля? Оно считывается как репрессии. Мутилизация. Так, а что там светится? Что это за энергия там светится? Я вижу, что там спрессованные. Я слышу души умерших. Они спрессованные как плоские, как будто бы людей вырезали из бумажек и один на один поскладывали. И это всё вместе составляет его кулак. Я слышу погребённые заживо. Как это связано, что этот моно, по-моему, здесь вытащили цифровой двойник, как это связано с Валерием? Я слышу, отдала себя живую. Вероятно, Валерия принимала участие в этих экспериментах, в этих технологиях его. Ну, на самом деле, это часть этой программы МК Ультра Монарх, разработанной в ЦРУ. Но на интуитивном уровне этими технологиями, психотехнологиями занимались шаманы, колдуны и разного рода ведьмы. Так, Ванька, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Да. Найди эфирное тело Валерии на счет 3. 1, 2, 3. Да, я её вижу. Я вижу у неё, да, у неё на голове как будто бы такая шапочка, но считывается кастрюлька, вот так вот. И как ручка такая, как у сковороды, тянется именно к этому цифровому двойнику. Хорошо, Виктория, считай эфирное ДНК, Валерия, она ли это? Вот это она. Спроси у Валерии, разрешает ли она потрудиться с ней для неё? Она разрешает и показывает, что ей нужно снять вот эту сковороду из головы. Что это за энергия, эта сковорода? Она считывается как само мнение. Так, эта программа... Как имплант? Как он действует, этот имплант? Разрушающий. Мы посмотрим момент, когда этот имплант появился у Валерии в первые её пространстве в этом воплощении. Я вижу, она протягивает руки в сектор магии, как в экран какой-то. И к её рукам какие-то сущности, как чёрные, такие, ну, чернее чёрного, такие, как смола. Энергии. Вот, и блестят, как пиявки, как будто чёрные. Но похоже на таких, как с прутиков или что-то такое. И они так движутся, и время от времени меняют фокус, и вообще исчезают из поля зрения. Но когда они вот так, я их вижу, а потом они так, они двигаются, чук-чук-чук-чук, и вот так разворачиваются, и исчезают вообще. Так и звучит, что из поля зрения исчезают. Так, а что это за чёрные? Угу, посмотри, кто ли, давай посмотрим, что это за сущности чёрные. Что это такое? Она считывается так, перевоплощение. Вот это связано с этим исчезновением. Суть перевоплощения казначей. Какая-то программа, дух. Что они делают в пространстве, Валерия? Считают убытки. Я вижу, буквально у неё с правой стороны считывается Мириам. Она находится в пространстве Валерии, где между правой ногой и правой рукой. И Мириам, как будто бы футболист вот так делает, как футболисты вот так мячик бьют, а потом хватают его и бросают. Даже не футболисты, а баскетболисты. Баскетболисты. Да, баскетболисты. Баскетболисты. Вот. И она вот так берёт и такая там красная энергия. А Мириам там, сейчас я посмотрю, и она когда бросает, то именно в тот сектор, в эту дулю, в этот кулак. А сейчас я посмотрю, там Мириам, вот так она согнута, как как зародыш, в таком состоянии. И тоже считывается самомнение. Что это вообще такое? Самомнение. И эта кастрюлька, она выглядит, как сковорода. как она проявляется на физике, это самомнение, что происходит с человеком, с Валерией, когда эта программа, активность, проявляет. Она считывается, отождествляет себя с цифровым двойником, с демоническим сознанием, с Люцифером. Убыточность. Ну, чувствует себя ущербной, недостаточно хорошей. То есть, эта программа разрушающая естественное знание о себе. Потому что есть истинное знание, когда человек ощущает себя и знает, кто он. А это вот сковорода, этот имплант, эта программа, она как раз и она находится вот ментально между рациональным бытием и высшим сознанием. То есть, между, как мы говорим, шестой и седьмой чакрой. она и постоянно звучит, разрушает сознание, самомнение. Понятно, Виктория. Так, ты сказала, что в секторе магии кто-то есть в экране, приказывает, кто находится в секторе магии, проявится всегда согласно физической ДНК. Это приказ. Я вижу, что проявляется этот Сталин с кулаком. Этот кулак буквально вот сдули с этой в этом экране. и тут же этот его дух, который им управляет, это черный карлик. и вот эта вся конструкция. И монот там лежит. Приказывает оно или отвечает, что он делает в пространстве Валерии. Он вот так руки вот так обтрусил руки и достает из его рук посыпались такие искорки сияющие. И он как будто бы достает из левого кармана откуда-то с левой стороны у него левая нога как искусственная. Вот он весь черный и плащ черный. Борода, глаза такие как у рака круглые черные. И нога у него левая вот так оттопырена в сторону и сияет. Там считывается Мириам отдано в жертву. И вот это связано с этим мячиком. мячик. То есть как будто бы это Валерия отдала Мириам как передала этот мячик пас. Так. Давай посмотрим на физике что произошло когда Валерия появилась у нее эта программа сама мнение. Я вижу что она смотрит как будто в черные глаза и падает как будто бы на колени как будто бы кланяется. Потом у нее появляется такой небольшой животик в животике и она отдает и звучит Мириам ну такой маленький животик не как у женщины беременной какая-то булечка такашок выросла и она отдает как мячик такой считывается Мириам и говорит и тут же отдала колдуну так как в эфирном пространстве все связи находятся здесь и сейчас и наша генетическая память и наше физическое тело находится это как тоже как зов прошлого оно тоже хранит в себе все времена здесь и сейчас и поэтому этот ее то ли фархид то ли муж Джафар но он как-то звучит по-другому сейчас то ли фархид то ли фархад а вот так как бы в отцовской линии идет и она как будто бы его узнала и в эфирном плане как будто бы вот она сияющая такая как как будто бы накидка у нее на голове и она ему просто поклонилась упала в ну как бы упала в ноги ему а на самом деле как будто бы она поклонилась этому духу это проявление жест доброй воли до соглашения и вижу как вот этот кулак с этой дулей вот там произошло такое как закрутилось узелочек как закрутился то есть связалась сразу время прошлое то время которое было настоящее он как бы из прошлого этот ее какой-то фархад он звучит фархад и связано это с палестиной вот и связалась сразу это с будущими событиями которые по нашему исчислению находятся в настоящем что спросить его деле видит ли на это событие что она отдала мире да она видит но говорит что она преклонила лена перед архадом секундочку некоторые так здесь спросила зачем она это сделала зачем она преклонила колено она показывает что у нее правое колено на правом колене как будто бы имплант такой ну как шарнир который сработал автоматически и она показывает то есть эти программы и в руке такой имплант то есть тоже чужая программа она в тот момент поддалась программам не миссии божественной души а программам и это черная рука то есть эти программы показывает и и она говорит он угнал моего ребенка в прошлом в прошлом и я вижу как мужчина на верблюде много верблюдов вот так и тут и на одном из этих верблюдов сидит этот мужчина фархад который укутан как в черную такое покрывало и держит на руках маленькую девочку полтора года кто это девочка это мире она говорит он угнал мою девочку поэтому она его узнала и она ее еще грудью кормил у нее грудь полна молока что произошло тогда каким образом он угнал ее он ее украл я вижу как он ее притащил за руку в это прошлое и там какой-то контракт он ее за руку просто затащил туда где этот контракт и там звучит ты отдашь мне твою дочь через много столетий я вижу что это черномагическая сущность этот колпак колдун с колпаком это программа связующая кармические цепи отыскивающая кармические зацепки и это основная суть и сущность или отыскать прегрешение так называемые контракты чтобы не дать душе освободиться потому что душа всегда она может от этого просто отказаться и с чистого листа пойти вперед смотреть и от этого просто как бы перескочить то есть не брать этого внимания но когда неосознанный человек спящий как бы как Валерия когда была молоденькая и встретила этого Фархада она его узнала именно она через глаза считала это а я слышу поимка детей он занимался тем что он воровал детей он из детей делал рабовладель он был рабовладелец у него ферма была и поэтому она вышла за него замуж чтобы выполнить тот ту программу тот контракт который был заключен у нее с ним и она могла бы отменить этот контракт и если бы она жила в согласии если бы она была осознана и выполняла миссию своей души то есть если бы она шла по духу а не по красоте глаз например она могла естественно от этого отказаться но так как мы все неосознанные то вот попадаемся на эти хитрости демонические уловки это да ментальные ловушки а что был за контракт который давай посмотрим на много столетий и там этот демон вот этот колдун и он выглядит со свиным рылом этот колдун черный этот гномик у него сухое рыло у этого духа я смотрю у него копыта ну это как черт просто это программа магическая программа которая сейчас я считаю которая блудодействует она уводит заблуждает людей и уходит помогает этим эгоистическим программам этим контрактам древним воплощаться и чтобы новое воплощенное тело сознание снова и снова выполняла эти старинные контракты я слышу отдала мирян отдала дочь я вижу когда она подарила мужу она это сказала вижу как от нее вот так отделяется часть ее лица и уходит в сектор магии и там как в какую-то машинку она попадает там дописывают сразу какие-то черные каракули и она по этим механизмом уходит вот в сектор контрактов и образовалась вследствие этого вот это что я вижу этот шарик этот мячик у валерии возле правой ноги это управляющая система вот это все которая управляет целым родом родовыми программами и этим всем так давай посмотрим где находилась в деле когда ее мирем украли этот фархад где она была я вижу она стоит возле у нее такая какая-то она на сковороде вот так вот делает переворачивает блинчики или такие готовит готовит кушать у нее такая там плита и на голове такой она вообще одета как ну она считывается как палестинская беглянка а а здесь очень интересно сразу мне почему-то считались энергии моны это это переброс кармы потому что палестинская беглянка и как раз была моно это ее детей отбирали приносили в жертву или в рабство забирали а она с последним ребенком убежала энергии считаю это не память то есть через эти связи что этот колдун он именно создает новых цифровых я слышу рабов то есть идет перепланирование я я слышу психосоматических иллюзий вот это формирование вот этих цифровых двойников которые управляют человеческим сознанием в том случае когда выключена ну я так и слышу целеполагание когда осознанности не хватает нет конкретной цели тогда вот включается вот эти биороботы внутренние духовные сущности или программы вот эти черти так называемые и в тот момент когда мириан почему-то валерия считывается как мириан палестинская пропажа сейчас я посмотрю кто это стоит сейчас разберемся кто есть кто ну это это моно стоит с этим куколом море а ее лицо это она вот говорит и создает вот этих цифровых двойников то есть в тот момент когда валерия начала заниматься этими цельнозоровскими символами этим всем его магией она как бы открыла портал свое цифровое пространство в свое подсознательное свое ДНК не слышь и позволила ему с моной отцифровать то есть перебросить карму карма перебрасывается на тонком уровне на подсознательном уровне когда человек вызывает духов я слышу потому что вот это вызывание духов помощников это все равно что вызывание пушкина вызывание духа сталина дьявола не имеет значения кого вызывают приходит один и тот же демон люцифер потому что то пространство закрыта она закрыта между нашим пространством между нашим измерением измерением где живут эти демоны есть такая прослойка и двери открываются только с одной стороны мне так и идет сейчас я посмотрю с какой смотри они стучат из своей темной стороны но когда люди занимаются этими демоническими я слышу путями то буквально как будто бы я вижу валерия берет эту дверцу и вот так своим своей рукой рука вытягивается становится такая как нить длинная и открывает этот портал и эти свинорылые сущности буквально считывается что усаживается и они сразу вот к мирям начинается и и это пространство вот так раздуваться и она красная агрессии много я вижу что самый главный самый главный момент предательства это тот вот этот один контракт с хархадом но это неизвестно это ее контракт или это контракт моны который она не хочет выполнить разбрасывает по своим последовательным части по частицам это по крупицам ее же карму сейчас я спрошу у моны вот ее лицо вот как она выглядит оксана она стоит как будто бы тень такая черная бестелесная и только типа лицо ее и глянка считывается рабыня беглянка палестинская беглянка я этот контракт спросивания она говорит да мной написан и тянется подключка прямо к ее лицу где она лежит когда делает таких открывает эти порталы с этими помощниками так называемым то есть когда вызывают они этих духов они пока борцы считывается потому что творец создал все разумно и наше тело это подтверждает когда например появляется заноза в пальчики да то тело так работает что образует там капсулу чтобы это заноза заразить кровь или если это маленький кусочек чего-то не пойти в кровеносное русло и так дальше то есть а потом это выгнивает и уходит удаляется это точно так же в эфирном пространстве и исходит то что вредит человеку она закрыта межпространственными программами которые отделяют человека чистого от этого загрязнения которое приводит к гниению и смерти виктория вот эта душа мире этой девочки которые фархад украл это дочка оксана была сейчас я рассмотрю что это я вижу что это иллюзии эти верблюды которые бегут они быстро быстро бегут как лошади и этот фархад убегает развивается и только сияющая девочка считывается мириам сейчас я посмотрю но она считывается и мириам и это мальчик какой-то что это за мальчик вообще-то это сын оксаны это ее нежелание прорабатывать свои кармические программы поэтому она скинула эти люди просто настолько глупы когда занимаются этими всеми делами они не понимают что они творят для себя это ее сын сашенька оно так и звучит и поэтому он родился с дефектом в груди с грудной клеток в грудной клетке у него дефект а мама не хочет это она отдала их фактически этому колдуну понятно да хорошо спросил валерия почему она приняла этот контракт на себя за она говорит потому что я продала мире а когда она продала мире где эта ситуация я вижу что тянется ряд событий и вот одно событие когда она вот рождает рождает это много темных энергий рождает ребенка а перед этим она смотрит как будто бы на термометр сейчас я посмотрю куда это она смотрит она говорит я беременна она узнает что она беременна она говорит что я призвала душу мире я вижу как срывается душа и летит на воплощение но очень путь этот серый и в секторе интерферентов то есть она как будто бы прошла мимо как будто бы жизнь вот это в валерии как остановка ну как поезд едет и останавливается где-то остановился и дальше поехал так она полетела как будто бы в прошлое почему этот этот путь серый но это же пространство мире а это же ее но давай отметьте отменим этот контракт просто получается она как а магия заключается в том чтобы зациклиться зациклить человека на том чего уже нет и вот мне это приходит аналогия как у меня было как во сне эти демоны пытались меня обвинить и вы вы выудить у меня какое-то чувство вины из прошлого воплощения когда вот ты была королева виктория ты виновата там то да 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 и как я ответила я не собиралась принимать это я говорила у меня нет доказательств что я была королева виктория во первых а во вторых если я даже была то я своей смертью за все заплатила то есть излишнее интересование своими прошлыми жизнями как раз оживляет этих чертей свинорылых потому что там где наше внимание там происходит действие я вижу что когда человек обращает внимание в эти цифровые пункты в эти иллюзии то таким образом оживляет то что там дремлет спит кто-то должен спать или живой разум спит а черти бал правит или черти спят управляет всем разум спроси виктория валерия видит ли она что этот контракт принадлежит оксане да она видит я вижу как она отрывает кусок от этого контракта отдает это оксане и с ней начинает что-то происходить с этой оксаной у нее мне очень жаль она моя сестра но я отказываюсь сожалеть о ее выборе это ее выбор она взрослая девочка но жуткие вещи происходят я вижу как эти все черти свинорылые из пространства валерии устремляются просто в рот оксане да я и говорю она находится по отношению к своим жертвам тех которых она привязывает к этим чертям в секторе магии она магичит и поэтому она обязана сейчас же убирать и эту ложь ее этих демонов и я вижу как происходит чудеса этот карлик который там стоял и этой палочкой волшебной типа что-то там переделывал он начинает рассыпаться этот дух да и это колба вот так как будто бы выворачивается укорачивается ну как матка выбрасывает ребенка точно так же это колба искусственная сжалась и и выплюнула себя эту девочку мире а и она и стеклянный колбас вот так постучала как бы ожила встала вот и возле правой ноги и постучала к к валерии стучит изнутри я говорю валерии что она может убрать эти оно так и звучит гнилостные программы зависти агрессии зависть от агрессии от недостатка любви и гармонии что она может отменить это решение волноваться по поводу своей беременности я вижу она смотрит вот ну как на градусник смотрят сколько там градусов да вот там она смотрит и там начинает вот так вот делать вот так вот и там такой черный клубок какой-то как будто бы волосяной такой вот эти вот это все запутано и там душа мирям как будто бы запуталась я слышу отвлечение от жизни получается что мама тогда отвлекла ее от жизненного пути я вижу снова слышу остановка то есть она должна остановиться как бы в животике у мамы это как ее домик дом гавань такая где она должна быть окутана любовью и мама должна вот показать ей будущий союз с первотворцом с ее высшим я я вижу как точно так же живут валерий вот так как бы ну только уже они не где матка а вот так где то сверху вот так как то раз это же как бы свет излучает и соединяется и светом первотворца и валерия поднимается вверх и у нее в руке появляется такая палочка так волшебная кристаллическая которая тянется в сектор магии и считывается что ушла с головой в иллюзии и в этот момент она снимает эту сковороду я и вот так вот делает я что она может отменить на всех уровнях сознания все контракты с ильей отказаться от тех решений верить их лжи и втягиваться в их иллюзии я вижу что в тот момент когда человек погружается в разбор того чего нет или того чего ну в прошлом иллюзии неизвестные то таким образом как бы укрепляет эти связи ну скажем так темные эти негативные и наоборот когда обращают внимание в будущее а будущее сулит жизнь потому что человек всегда выбирает для себя то что лучше если он определяет для себя что лучше вот это целеполагание то это та движущая сила которая вот раздвигает рамки возможностей и человек становится творцом я передаю валерии что она может вот я вижу она встает с колен снимает этот имплант с колена снимает эти из глаз подключки то есть я вижу что прошлое формирует то есть в прошлом были такие решения которые ее как бы запрограммировали на этот выбор этого мужа и а это было уже запрограммировано и конечно она имела возможность выбрать другой путь но она пошла поэтому по пути программ не проявила волю потому что не знала чего она хочет от жизни не ставила духовные цели вот а увлеклась физически вот и таким образом притянула свое пространство из миллионов возможных вариантов стала ну как бы я так слышу сочинила встречу с ильей и оксаной и когда уже ее хорошенько толпанула вот тогда она как бы очнулась хорошо пусть валерия все эти контракты отправляет расторгает всю чужую карму отправляет истинным виновником я вижу как она заглядывает в рот оксане монастырской и достает оттуда что-то свернутое такое сияющее она говорит мой ребенок миря она переграммировала перепрограммировала миря и я вижу что ребенок должен находиться у мамы вот с этой стороны с левой они там где она находилась как мячик я вижу как валерия берет этот за зародыш ребеночка и я и и вот так наклоняется проявляет любовь я слышу награждает любовью и гладит по животику большой такой животик и говорит моя доченька вот говорит не отдам никому и в этот момент отрывается у нее этот шлейф потому что он связывал ее с многими другими мужчинами злыми из тех прошлых воплощений звучит какой-то мухаммед он тоже отваливается и энергосфера валерии вот ли лицо ее вижу ее истинное лицо я передаю валерии что она сейчас может этих цифровых двойников они уже не первый раз встречаются у людей которые занимаются этими практиками пусть это оксана и этот илья забирают карму за их вмешательство за их магию ими последствия всех искажений которые произошли в жизни валерии и в жизни ее дочерей пусть забирают и вижу как такая черная полоса отрывается от сектора первого творца и с таким гулом этот контракт разрушается и закрывается портал я передаю валерии чтобы она сейчас своим сознанием зашла в тот момент когда она призвала мире а из того разовплощенного пространства пусть она в каждом своем моменте этот путь благословит и пусть наполнит материнской любовью и вижу как какая-то черная энергия от правой груди отвалилась у нее и это женщина которая была как будто как будто бы правая грудь полна молока эта программа чужеродного вмешательства переброса карма тоже отваливается и это сковорода черная ну серая она тоже уходит я передаю мириам чтобы и она берет буквально отцепляет свои глаза от сектора интерферента вот то есть отсутствие цель и влечет за собой вот эти негативные они разгуливаются буквально считывается и искать истину нужно здесь и сейчас и в будущем а не в прошлом и теперь мне стало понятно почему я просто ненавидела исторические фильмы потому что я считывала ту ложь и я всегда говорила как это можно смотреть никто же не знает как было на самом деле очищаем викторию пространство поднимаемся всем максимально вверх да я вижу валерии и она говорит я вернула свое лицо то есть свою роль я то есть не нужно примерять на себя чужие роли как она сейчас выглядит энергосфера правильной формы у нее вот здесь считывается книга жизни вот тот закрывает этот знаешь здесь именно про пробиваются те порталы жертвоприношения да а сейчас я проверяю эти а там считывается книга жизни как бы закрыты это гипотетическое пространство не пространство гипотетических подключик я слышу что она всколыхнула мир сейчас я посмотрю какой мир а а это общее сознание она всколыхнула ну хорошо теперь я передаю что она может передать информацию по своим каналам в этот глобус в это глобальное сознание человечества чтобы она тоже очищалась от прошлых иллюзий восстанавливала коны времени равновесия гармонии чистоты я вижу она достает считывается из купели свою дочь сейчас я посмотрю что это за момент момент крещения саша какая-то саша саша зовут эту подруга грязную прозвучала саша но женская энергия александра но звучит саша и и я я вижу она стоит выглядит и как будто бы ноги раздвинуты и у нее между ног такие такая спираль огромная прямо вот такая спираль где-то на ну как на она да до до уровня ступней считывается эгрегор убийство вот она подключена к этому эгрегору убийство детей то есть все те женщины которым она ставила спираль и эти несохраненные жизни до убитые она кармически виновна за смертью всех этих детей разделяет это разделяет кармы поэтому у нее дети родились у нее не чистый канал у нее именно карма завязана на детородном на продолжение рода она потеряла я слышу свою детородность она обрезана виновной в гибели многих детей и я вижу на мириан такой крест стоит огромный крестная мать это вот это я слышу силуэт крещения теперь мне понятно зачем берут от их крестных матерей чтобы перебрасывать карму на своих же детей карму этих то есть это тоже акт предательства это что по типу этот священник не брал карму за это перебрасывают на каких-то крестных нет это программа жертвы так работает в той женщине ну в данном случае в в валерии чтобы не то есть это наплевательское отношение к воспитанию своих собственных детей типа хочу беру хочу отбираю хочу отдаю то есть тут она ребенка подарила тут этот ритуал крещение и через эти общественные ритуалы магические происходит что она как бы призвала я слышу матерью эту сашу и теперь считается что у берем как бы две мамы и валерия и саша а саша кармически привязана к этому эгрегору а значит что и валерия и мириам тоже находятся в этом эгрегоре распутном где нет святости жизни поэтому вот этот красный я видела мириам в этом красном шаре много агрессии крови давай посмотрим тот момент когда валерия крестила дочь что там было какой контракт она подписала на что согласилась я вижу как этот красный эгрегор буквально гудит разноголосьем эти убитые деточки они как бы за зависли в страданиях убийстве и вот этот весь балаган как бы этот портал открыт и буквально слышит мириам это все она считывает это на подсознательном уровне у нее вот эта подключка я вижу черная подключка через пуху я слышу предательство перед рождением то есть я вижу что у мириам готовилась к воплощению а валерия как бы и своим решением поставить эту спираль уже как бы поставила запрет на ее рождение и я вижу что на эфирном плане буквально вот где пупок мириам такой вот черный ну где-то сантиметров 15 как трубочка такая черная я слышу осознанно и истребление рода видит валерия что эта ситуация как повлияла на я будущее будущее мире да она видит хорошо да я осознаю передаю что рациональная хочет освободить мирями и от всех контрактов и решений которые вредили ее душе и мире пусть она зайдет тот момент и откажется истреблять ее рот от этого раздумья с этой спирали пусть он откажется и я вижу как валерия а в спиртали просто звучит имя миря как она берет эту спираль и отдает этой саше и с этой ситуации мире там буквально вылетела пробкой сектор первого творца а валерия вот так как узел закрутила и этот мешок выбросила я передаю валерии чтобы она очистила все ее пространство убрала этот подключку к этому эгрегору у миря и у нее я вижу как она вытаскивает вот так между ног валерия у себя вытаскивает эту подключку к этому эгрегору и эгрегор закрутился вот так и ушел я передаю валерии и мириам что они могут передать информацию в этот эгрегор и забрать все частицы божественной души потерянные и в этом эгрегоре отказаться взаимодействовать с эгрегором убийства детей вот это конкуренция за жизнь вот поэтому конкуренция происходит потому что душа хочет выжить она не может спокойно в таких условиях развиваться она борется и с этой борьбой она вот и продолжала жить я передаю мириам что она большая умница я буквально своими руками как будто бы снимаю с ее вот этот пузырь и говорю посмотри как ее мама любит ее вселенная все свет любит и первотворец пусть она я слышу отдохнет от этой борьбы конкуренции это ей не нужно если она хочет пусть убирает прочь из своего пространства и она уходит как как этот парашют уже использованный я передаю пусть она эти все подключки обрезает и валерия тоже и она берет мириам и у них крылья появляются они взлетают взлетают мы выходим с этого эгрегора ужасного и я передаю информацию в этой в этот эгрегор всем детям всем этим душам которые там завязаны и я от имени матери проявляю любовь каждой этой божественной душе и призываю их вернуться обратно в свободные живые пространства в пространство любви гармонии процветания к их естественному папе первотворцу в жизни пусть они покидают эти эгрегоры это всего лишь иллюзии ничего на самом деле этого нет они пусть возвращаются домой вижу и смотрю что происходит вижу один ребеночек говорит с другими нас никто не держит я говорю вас никто не держит никто не имеет права вас удерживать я даю вам свою волю покинуть это пространство до самой глубины и до самого первого убитого на ком держится этот эгрегор я вижу что он вот так вот разворачивается как наизнанку выворачивается из его этих внутренних кровавых карманов она выглядит как матка точно рыхлая вот это пористая такая ткань и я передаю в это пространство чтобы это гнилая матка полностью убиралась с нашего живого пространства я и каждая живая божественная душа запрещает убивать детей приносить жертву мы дарим любовь материнскую отцовскую любовь каждой божественной душе запрещаем этим эгрегором поглощать снова и снова новых жертв приказываем насильникам которые это делают получать мгновенную карму на уровне замысла а ванерии передаю чтобы она стерла со всех информационных полей все те случаи когда она каким-либо образом предавала своих детей мире а предавала себя или других людей пусть сотрет со всех информационных полей уберет все подключки и привязки ко всем людям пусть очистить свое личное пространство станет суверенно и свободно вернет себе силу гармонии процветания себе и своему роду вижу как зазвенела это спираль это бы такая латунная какая-то и ушла да да хорошо очищаем пространство поднимаемся вверх все эти ситуации которые мы проработали виктория отправляем отсоединяемся от них я передаю валерии что она сейчас может всех этих свинорылых чертей убрать из ее пространство забрать все частицы души со всех этих программ убеждений негативных из прошлого и начать жить здесь и сейчас смотреть только на будущее только на гармонию чистоту здоровье истинную любовь истинную жизнь и пусть убирает всю эту мишуру и запрещает кому-либо вторгаться в ее пространство пространство ее рода хорошо очищаем пространство посмотри сейчас как валерия выглядит я вижу что ее энергосфера правильной формы плотная так хорошо то есть она передаст информацию по роду информацию своим детям она дает информацию так спроси у валерия для мирием она сделает то что она забыл не запланировала на этом сеансе да она говорит что она сняла эту сковороду я вижу как она этой сковородкой ударила эту оксану оксану хорошо так ладно хорошо пусть от соединяется всех людей тут оксана от или полностью отторгает любые энергии чужеродные поднимаемся вверх да я вижу что она буквально как будто бы пробками такими закрывает эти порталы я передаю чтобы она отсекла все эти подключки привязки закрыла все порталы исцелила все ее личное пространство и пространство ближние и дальние и все ее чему касается ее рука ее разум и куда смотрит пусть она очистит наполнит суверенностью гармонией и красотой жизнью любовью хорошо хорошо спроси у Валерии все ли мы сделали для нее на этом сеансе да она нас благодарит молодец хорошо тогда прощаемся с Валерией ага отсоединяйся Виктория от всех и всего поднимайся вверх проверь твое личное пространство все чисто хорошо наполняемся энергией любви, жизни, гармонией света а и вот я